Здравствуйте, дорогие телезрители 12 канала! В эфире программа «Срочный вызов». Меня зовут Владимир Мутовкин. Сегодня у меня в гостях заведующий кафедрой детских инфекционных болезней доктор медицинских наук, профессор Юрий Борисович Билан. Здравствуйте, рад приветствовать вас. Добрый день. В первую очередь мы поговорим о заболеваниях детей ковидом. Но поскольку педиатр со стажем, я думаю, что вы можете задавать нам свои интересующие вопросы, касающиеся детских заболеваний. Либо мне на планшет пишите, либо звоните. Все номера на ваших экранах. Ради бога, милости просим. Будем рады ответить на те вопросы, которые вы нам зададите. Сразу напомню, что мы по телевизору не лечим, но какие-то определенные рекомендации вполне, наверное, сможем дадить. Юрий Борисович, ну давайте разбираться. Существует, как я понял, теперь уже довольно серьезное заблуждение, что раньше дети от ковида не страдали, а сейчас с приходом нового штамма ситуация в корне поменялась. Насколько она вообще в корне поменялась? Ну, наверное, говорить, что она в корне поменялась неправильно. Дети болели и в первую, так называемую, волну, в 19-й год, когда это все началось. Просто-напросто количество заболевших было действительно очень сильно разнилось среди взрослых и среди детей. И надо сказать, что мы в течение как-то, даже статью опубликовали посвященную как раз вот этой проблематике у детей, было достаточно сложно найти достаточное количество детей для статьи. То есть, китистическая выборка не получилась? Да, да. То есть, ну мы все равно опубликовали данные. И вот на тот момент, я имею в виду 21-й год, начало, 20-е годы, дети болели меньше. Хотя вот это мнение о том, что они разносчики, оно существовало. А болели, может быть, на самом деле это и связано с иммунитетом, ибо здесь много подводных камней, скажем так. Но дети болели меньше. Вот этот последний штамп, омикрон, который получил свое название, он обладает двумя интересными особенностями. Первое, то, что он заразен, причем он заразен от 5 до 7-8 раз более, чем вот этот уханский вариант вируса. Самый первый, да? Самый первый, да, который в Китае появился. Но он обладает меньшей токсичностью для организма человека. Насколько я знаю, это вообще нормальная реакция для инфекции? Он, во-первых, пришел из мира, где он не был приспособлен к человеку, а сейчас приспосабливаясь к человеку, снижает и нагрузку на него, правильно я понимаю? Ну, условно говоря, носитель должен не убивать носителя. Вернее, вирус не должен убивать носителя. Ну, иначе, как он хочет жить? Вы знаете, тут много вопросов, как один мне знакомый сказал, профессор, ты что, правда веришь, что он съел, говорит, недожаренную? И получил, а потом и так далее. Нет, тут, я думаю, ситуация гораздо более серьезная. Ну, вот. И вот то, что в течение буквально два года, да, с небольшим у нас, и вирус, так сказать, то одно свойство, то другое, то третье, говорит о том, что ситуация не совсем с ним до конца ясна, скажем так. Вот. И то, что он меняется, да. И вот обычно, обычно мутационные вирусы, они как раз начинают с высокой токсичности, с низкой, так сказать, инвазивности в населении, а потом трансформируется в высокую способность распространяться, но их возможность воздействия негативного на человека уменьшается. Ну, мое токорное понимание не так далеко от истины на самом деле. Да, в принципе так. Ну, так примерно, плюс-минус трансформируется. Поэтому, вот, есть же мнение о том, что вот эта вспышка последняя, так, будем думать, надеяться. Вы сейчас большую радость и надежду нам всем подаете. Можно поподробнее, что значит последнее? Имеется в виду, что, ну, мировые специалисты, они говорят, что по всей видимости, вот эта вспышка на микроне, она приведет к тому, что у нас большое количество людей, с одной стороны, переболело, во-вторых, у нас иммунизация ведет в больших, то есть большая иммунная прослойка, там где-нибудь до 80-90% и так далее, позволит, ну, скажем так, перейти на сплавные рельсы его затухания. Он не исчезнет, нет. Ну, он затухнет и перейдет в разряд эпидемических, которые встречаются. Вроде гриппа, да? Да, типа вроде гриппа. Ведь святое место пустым не бывает. Ведь омикрона, гриппа-то особо нет. И других у нас особо нет. Есть повышенная заболеваемость, но другие вирусы немножечко. Поэтому вполне возможно, что какая-то устоявшаяся ситуация возникнет, и у нас все будет. Я с большой надеждой прямо отношусь к этим словам. И хотелось бы, чтобы все это побыстрее уже закончилось, потому что сколько можно? Два года живем, даже больше двух лет живем в этом состоянии. Хорошо. Ну, теперь, поскольку дети заболевают, во-первых, можем ли мы, что называется, на глаз родительский, определить, ковид, не ковид, другая какая, или нечего тут заниматься самодеятельностью, давайте-ка врача вызывайте и определяйте. И, соответственно, лечение тоже назначается. Вы знаете, что у взрослых, что у детей, пока не появятся специфические достаточно симптомы, вот изменения, скажем, обоняния, изменения вкуса, раньше как-то этого не было. При ковиде это появилось. Вот до этого, если не будет, я вас уверяю, ОРЗ, ОРЗ, респираторная инфекция и все. И без анализа поставить диагноз, даже я профессор, но сейчас такую не возьму смелость. То есть, ну а с детьми, да, вызываем врача? Какая последовательность действий должна быть? Заболел ребенок, у него температура. Всякая ли температура должна нас стимулировать, вызвать врача? Да, вот тут вопрос, вы знаете, сейчас настолько, я, может быть, даже напрямую не отвечу на ваш вопрос, почему. Потому что у нас настолько сейчас поменялось вот это взаимоотношение врач-пациент, вызов на дом, пришел в поликлинику. Были определенные нормативы, которые, в принципе, должны были бы соблюдаться. Больной не должен так сам по себе ходить, чтобы распространять инфекцию. Вообще да. Тем более в поликлинику. Понимаете, поэтому тут вопрос, он бы не столько медицинский, сколько больше, наверное, социальный. Понятно, что участковая служба должна работать. То есть, участковый врач, получая, так сказать, звонок через регистратуру о том, что по такому-то адресу ребенок, она должна, или он, кто этот врач будет, прийти, посмотреть, сделать предварительную оценку и определять там, есть ли условия для ковида, например. То есть, семья откуда-то приехала, и тут ребенок потом заболел после всех. Это одна ситуация. Когда все, говорится, чистые, никто ничего не болеет, у ребенка сопли. Маленько другая, может быть, не ковида, другая инфекция. То есть, все это надо, так сказать, оценивать именно врачу. Я не думал об этом. Ну, смотрите, я на днях прочитал памятку Минздрава России о том, как себя вести. Если вы переболели, если вы поставили прививку и почувствовали недомогание, просто ложитесь дома и никого не беспокойте. Скорее всего, у вас омикрон, скорее всего. Ну, даже если не омикрон или омикрон, вы просто ложитесь и пейте воду, и никого не беспокойте. Вот взрослым такая рекомендация. Хорошая рекомендация, только у меня друг в Израиле. Он говорит, у меня такая ситуация, он 5 раз там уже прививался, и тут почувствовался, я, говорит, решил отдохнуть. А нам сказали, теперь не 14 дней, а всего 7 изоляция дней. Вот так вот, да? Да, вот так вот. И сейчас последние эти, что 7 дней. Нормально, да, лежим спокойно. Но это для взрослых. Надо ли нам такую самоуспокойность в адрес детей распространять? Я к чему веду? Есть ли какие-то известия, как омикрон на ребенка действует? Также не очень сильно, как и предыдущие штаммы вируса? Или какие-то другие свидетельства есть? Нет, на сегодняшний день можно говорить о том, что омикрон, вот по данным зарубежных, я пока на наше отечественное не буду словаться, а зарубежных, омикрон, в том числе у детей, протекает гораздо более легко. То есть нет вот этих вот таких осложнений, как было при Дельте, например, при южноафриканском, вот этом идейском штамме, когда у них цитокиновый сторм, вот эта вот пневмония тяжелейшая, так сказать, точнее пневмонит, а не пневмония. У детей, по данным зарубежных авторов, я хочу подчеркнуть, когда к нам придет омикрон, я не сомневаюсь, что будут несколько тяжелых случаев. Говорят, уже пришел, чего ждать. Ну да, нет, уже пришел совершенно, я думаю, что к середине февраля он во всей, так сказать, разгуляется по всей стране. А, то есть мы еще не... Нет, нет, мы в начале, мы в начале еще только. Вот, но все равно омикрон протекает легче, протекает легче. Поэтому я говорю, что, конечно, может быть и будет несколько случаев тяжелых, где-то там чего-то, ну, понятно, что дети тоже разные, а в основном, конечно, в более легкой течении. Тут я могу добавить, Юрий Борисович, что вы меня поправьте, если ошибаюсь, но бывает и насморк протекает в таком тяжелом, в такой тяжелой форме, что... Конечно, конечно. Каждый реагирует. Один на температуру тяжело, другой легко переносит ее, скажем так. Ну, хорошо, про врача мы поняли. В идеале вызываем, в идеале должен прийти посмотреть. Ну, есть какие-то общие рекомендации, что делать в этом случае родителям? Давать, не давать жиропонижающее, какое-то питье давать, давать ли какие-то лекарства или от этого стоит удержаться, что делать? Вот это самый сложный вопрос. Это самый сложный вопрос, почему я объясню. Родители хотят быстро, виновенно, что дайте какое-то это, и он был здоров. Понимаю, да. Ну, жизнь показывает, что этого невозможно сделать за одну-две недели, ой, два дня. Нужно какое-то время. И, как правило, ну, так ведь в народе говорится, лечи-не лечи, семь дней, и все это пройдет. Оно на самом деле так. И как бы нам не уговорили о том, что можно использовать вот эти препараты, эти, это все сокращает. Если бы все это так было, то мы бы уже 50 лет назад все сократили, и у нас бы никаких респираторных инфекций не было. Нет. Поэтому тут вопрос, надо довериться врачу. Вот я опять к этому возвращаюсь. Вот этот участковый врач, он должен сориентироваться. Ага, этот ребенок у меня хорошенький, крепенький, ему нет у него хорошего, он не болеет, все. У него температура 37 и такая. Есть общие правила, скажем, до 38,5, нормальному ребенку не надо давать жаропонижающих. Это защитная реакция. 37,8, да? Я понял. 38,5. А, 38,5. Да. Это нормальная защитная реакция. Но если ребенок ослаблен, у него какие-то интерферентные заболевания есть, еще там что-то, ну, социальные условия может быть. Там нужно, конечно, врачу делать все по-другому. Смотреть на этим ребенком и так далее. Поэтому вот такого универсальности какой-то, чтобы сказать, вот это вот делаем, ну, да, надо пить. Ну, общие рекомендации при простых заболеваниях. А то, о чем вы говорили в этих опубликованных, все то же самое, да. Обильное питье, витаминизированное, пища, легко усвояемое, это все, да, это все надо. Хорошо, просто, ну, как бы, завершая тему, мы понимаем, что все эти меры мы соблюдаем, вызываем врача. Но еще один момент, мне хочется, как бы, обратить на него внимание. Очень часто я об этом говорю здесь и не устаю повторять. Насколько я знаю, специфического лечения от вирусных заболеваний вообще не существует. Но нет препаратов против вирусов. Я с вами не соглашусь. Хорошо, сейчас поправьте меня. И на этом пике очень многие родители все равно пытаются накормить своего ребенка антибиотиками. Насколько допустимо подобные действия? Ну, и, кстати, поправьте меня насчет вирусов, это очень интересно. Давайте так, с антибиотиками. К сожалению, я подчеркиваю еще раз, к сожалению, вот эта вот практика, я буквально сегодня встретился с такой ситуацией. Я в аптеку захожу, мне надо купить лекарство, я заказывал. Парень стоит, просит антибиотик. Она ему говорит, нельзя, нужен рецепт. Ну, мне надо, я там это того-сего. Понимаете, чуть что, и мы все быстрее антибиотики. Антибиотик – это непростая вещь. Ведь я вот, скажем так, подчеркну, что значит непростая. У нас последний антибиотик был зарегистрирован как новая форма в 86-м году. То есть, последний изобретенный новый антибиотик был сделан, я пытаюсь сказать, 20-30 лет назад. Да, и больше антибиотиков новых нет. Есть модификации, названия, все это, да. Это очень дорогое удовольствие создать новый антибактериальный препарат. Этим надо дорожить, и надо использовать антибиотики тогда, когда они действительно нужны. А кто будет определять, нужны или нет? Только врач. Поэтому сразу отметаем, никаких антибиотиков не надо давать. В том числе и детям, да и взрослым то же самое. И что касается противовирусных. У нас есть противовирусные препараты. Просто они напросто не против ковида. Есть против гриппа. Специфические, именно специфические противовирусные препараты. Есть препараты специфические для других, герпес, например, вирусных. Но вопрос, надо знать, когда их применять. Это опять кому вопрос? Только к лечевому врачу. Он определяет это дело. А вот в отношении антибиотиков, я приведу, опять же, пример, так сказать, израильских специалистов. Они категорически против, вообще против антибиотиков. Только в условиях реанимации, только по особым показаниям. Для определенной группы. Они так, как у нас в поликлинике, средне-тяжелая степень ковида. Мы ему и гормоны, мы ему, так сказать, антибиотики. Нет, это не совсем правильная ситуация. Поэтому есть и противовирусные препараты. Но нужно знать, в каких случаях их применять, против каких заболеваний. Для ковида нет. Нет. Хотя, так сказать, опубликованы и в рекомендациях там написаны препараты. Но, скажем так, с позиции доказательной медицины мы с вами не имеем 100% уверенности, что это доказанный препарат. Да, я тоже самую ремарку и прочитал рядом с этой памяткой. Просто я поясню, да, телезрители должны понимать, если мы бесконтрольно используем антибиотики, мы просто взращиваем микробов, которые обучаются этим антибиотикам противостоять. Ну, потому что антибиотик, природное вещество, и эти природные, они учились друг с другом воевать. И, в конце концов, мы придем к ситуации, когда не будет антибиотиков. Мы живем в окружении антибиотиков. И, вообще-то, мы для них инопланетяне. Поясните, не очень понимаю пока. Антибиотики, антибиотики, микробы. Микробы, да. Да, микробы. Они же живут на нашей планете. Ведь самое-то главное, что мы с ними постоянно реагируем, взаимодействуем. Удача, обыкновенная дача. Почему нужно босиком по траве пробежать? Слушайте, это очень интересная тема. У нас в организме 5 килограммов микробов, и неизвестно, и они умеют управлять нашим сознанием. Нет, это не микробы, это микробиом. Это совершенно, так сказать, нормальный наш компонит, без которого мы жить не можем. Совершенно не можем. Поэтому, вот, а мы появились сколько лет? Кто-то там говорит миллионы, кто-то говорит тысячи человек. Ну, разумный, скажем, гомосапиес. Если мы будем брать многоклеточных, да, понятно, то есть... Я к тому, что, понятно, что мы пытаемся этих, так сказать, наших прародителей травить антибиотиками. Конечно, они будут сопротивляться. Они живут по своим законам. Так же, как и вирус. Он же тоже мутирует. Под действием чего? Нашего иммунитета, наших химиопрепаратов и так далее, и тому подобное. Один же, вот этот, по-моему, британский штамп, когда он появился, решили, почему. Что он возник в организме человека с онкологической проблемой, которого лечили иммунодепрессантами. В результате этого была изменена иммунная система, и вот возник этот новый штамп. Ну, это одна из гипотез, а кто-то других думает гипотез. Так что, воздействие, конечно, есть, но... Нет, я понимаю, да, все это очень интересно, просто немножечко отвлекло нас в сторону. А давайте еще один важный момент. Ох, мы вступаем на одну из моих любимейших территорий, это прививки. Тут у нас всегда постоянно идут войны, начиная с того, что есть люди, которые просто не приемлят, говорят, что нет, не надо. До недавнего времени говорили детям прививки ставить, во-первых, против ковида не нужно. Ну, в силу того, что они им реже заболевают, а с другой стороны говорили, что и прививки таковой, как таковой для детей не существует. Давайте разбираться. Сейчас стоит ли ставить прививку детям, и появилась-таки та самая детская вакцина, о которой нам говорят. Нам говорят, что она появилась. Но как специалист, насколько вы рекомендуете ее ставить? Давайте вот разделим две вещи. Первое, что касается вообще прививок. Альтернативы прививкам нет. Я с вами здесь... Это железное положение, потому что оспа ликвидирована. Натуральная оспа с помощью... Есть другие заболевания, которые являются в настоящий момент управляемыми. Скажем, корь, что делается на Украине, там, где не прививают в прошлом году, позапрошлом. И что у нас совершенно разные вещи. То есть, поэтому о прививках... Совершенно дикие же были случаи вспышки дифтерита. То есть, то, чего мы уже сто лет не знаем, да? И потом родители с умирающим на руках ребенком упрошают сами себя. Поэтому вопрос однозначный. Кстати, с января месяца этого года новый календарь, национальный календарь прививок вступил в действие. Там кое-что модифицировалось, изменилось. Но суть остается одна. Политика национальная, прививки обязательны. Теперь, что касается ковида. Ситуация необычная. У нас с небольшим года вот это все. Прививки делают. Да, я сейчас снова, так сказать, спутник М выпустили, так сказать. И наша Омская область получила, по-моему, 120, по-моему, тысяч. Да, по-моему, да. В Москве уже начали. В Москве уже начали вакцинироваться. Вот. Она рассчитана, значит, дети от 12 до 17 лет. Тут, знаете, есть такие вопросы достаточно непростые. Ну, не пример, а, так сказать, вопрос на засыпку. Мало кто знает, сколько у нас детей этого возраста проживает в Омске и в Омской области. Серьезно? Да. Мало кто знает. Я вам скажу. Это 6 с небольшим процентов. А, в смысле, я сначала подумал, что и компетентные органы не знают. Нет, нет, нет. Так-то да. 6 с небольшим процентов. Ну, 6 с небольшим процентов. Ну, в общем, 6 с небольшим процентов. Ну, легко посчитать у нас примерно 2 миллиона населения плюс-минус. Там легко посчитать 6 процентов. Да, вопрос в том, что окажет вот это, 6 этих процентов, значимое влияние на... А, хороший вопрос, кстати. Или нет? Ну, с другой стороны, у нас есть национальная программа вакцинации. И вакцина пришла для детей. И мы с вами говорим о том, что да, дети болеют легче, меньше, но они переносчики. И действительно, этот возраст, так сказать, школьный, когда контакты постоянно друг с другом и расширены, так сказать. Поэтому с этих позиций, конечно, вакцинацию нужно делать. Пусть даже эти 6 процентов. Кто-то скажет, что это мало. Но мы должны сказать, что нет, это не мало. У нас 6 процентов будет вакцинировано у детей. У нас еще вакцинируется 50 процентов взрослых, переболевших. И мы популяционный иммунитет поднимем до большого процента. Что нам и надо сделать. Поэтому тут ответ однозначный. И то, что сейчас пришла вакцина и начнется в различных, так сказать, регионах у нас вакцинация, это хорошо. Другого нет. Насколько она действенна? Ну, то есть, условно говоря, у нас сначала была, ну, есть сейчас двухкомпонентная, которая считается отличным способом противостоять вирусу. Потом появляется облегченная форма однокомпонентная. Но она вроде как, да, но чуть попроще, да, и не так срабатывает. А сейчас мы как бы еще облегчаем ее и даем. Насколько она действенна получается в этом случае, на ваш взгляд? Или это вполне достаточная защита для ребенка? Вот, ведь почему у нас первая, так сказать, вакцина, ну, спутник 5, будем так говорить, да, она двухразовая у нас. А потом вторую сделали, лайт, вроде бы как, потому что это бустерная добавка. То есть, мы просто-напросто, как бы сказать, даем иммунитету возможность вспомнить то, что было раньше. Это вы хотите сказать, без двухкомпонентной, это добавка бессмысленная? Почему? Нет. Нет, да? Хорошо. Нет, два компонента, наоборот, она, в смысле, сама прививка двухкомпонентная, она просто, структура ее так сделана, чтобы обеспечить максимальный результат. Но иммунитет, как при гриппе, ведь мы вакцинируем людей при гриппе тоже, и там иммунитет такой хороший, ну, 6, ну, максимум 8 месяцев. А потом он снижается. И вот, чтобы, так сказать, ну, не подстегнуть, а именно, то есть, мне это слово не очень нравится, а с тем, чтобы, так сказать, иммунную, да, освежить память иммунной системы, не надо кувалдой бить, вполне достаточно что-то и попроще. Назальная форма, которая должна тоже войти в жизнь, которую наш президент использовал. А на Западе назальная форма против гриппа сколько угодно, я не считаю, что это лучше, чем шприц. Серьезно? Да. И вы тоже так считаете? Нет, это другой разговор моего мнения по этому вопросу. Ну, я имею в виду, что у них назальные... Оказалось, если уж всадили в тело, так уж это наверняка и точно попало куда надо, а тут в нос... Нет, тут чистая медицина, чистая физиология, иммунология, потому что одно дело попал под кожу препарат, другое дело на кожу, другое дело в носовые ходы, то есть тут все маленько по-другому. Вот я про это иду. Работает тут. Поэтому то, что делают назальные формы, делают специально. То есть не от того, что нечего делать. Нет. Я не буду с вами спорить, вы специалист в этом вопросе. И в конце концов, ну, я привык доверять врачам. Я считаю, что если есть такая специальность, а ты, я не знаю, ну, не надо спорить со специалистом, это всегда плохо заканчивается. Дурно это всегда заканчивается. Как это сказать? Мы же не спорим с водопроводчиком, как правильно, трубы класть. А с доктором можем поспорить, какое лекарство давать. Это запросто. Ну, домохозяйки тоже заспорят. Пробираемся, да. Хорошо. Ну, значит, получается, вот эту самую прививку ставим без проблем, если у нас появляется такая возможность. Все тут. Да, и там же в положении это записано, что согласие родителей. Ну, естественно. То есть это не то, что так сказать. Если они не согласны, то они имеют право выбора. То есть тут никакого насилия в этом плане совершенно нет. Но там если дети 15 и больше, то он сам уже решает. То есть здесь полная свобода в этом плане. Еще один важный момент. И к нему надо всем готовиться и понимать. Вернее, два момента я бы отметил. Мне они кажутся очень важные. Первое. Прививка – это не гарантия от заболевания, а гарантия того, что заболевание пройдет в легкой форме. И после прививки таки бывают побочные эффекты. И к ним нужно готовиться. Так или иначе. Какие в данном случае мы можем ожидать побочные эффекты? И действительно ли, что прививка – это не гарантия от заболевания. Это просто гарантия того, что мы его легче перенесем? Конечно, в идеале хотелось, чтобы прививка давала стопроцентную гарантию. Так же не бывает. Да, к сожалению, так не бывает. И здесь есть определенные особенности, связанные с биологией вирусов. Вот вирус кори, он в антигенном отношении универсален на всей планете. И прививка против него универсальна, она долгая, по времени на жизнь практически. А вот респираторные вирусы, они маленько другие. Они быстро модифицируются, меняются за счет внутренних своих свойств. И создать универсальную, скажем, прививку против этого ковида, вот так поставили на 10 лет, не получается. Ну понятно. Не получается. Поэтому разный человек, разная иммунная система, вообще все мы разные в этом плане. И у одного ответ будет хороший на 95%, у другого на 92%, а у кого-то, может быть, и на 2% всего. Может такой быть. Поэтому 100% гарантии никто не даст. Но то, что в популяции, в массе с собой, это будут единичные случаи, которые заболеют после этой прививки. Потому что условия хранения еще большое значение имеют. Не то, что там плохая сама по себе прививка. Температурный режим. Вспомните этот Pfizer. Там что-то 80 градусов, что ли, минус надо было. Она по-другому... Я не знал об этом серьезно. Минус 80, она должна храниться. Представляете? То есть, наше-то тоже поначалу, там 20 с чем-то было, а потом спустили маленько. Температурный режим стал меньше. То есть, условия хранения, холодовая цепь, так называемая. Поэтому идеально не будет. Какой-то небольшой процент, очень небольшой процент людей не будет иметь напряженный иммунитет. И он подвержен заболеванию, так сказать, ковидом. Ничего в этом удивительного нет. Но, конечно, человеку, у которого все-таки кто предупрежден, тот вооружен, то у него риск развития тяжелых осложнений, когда по сравнению к первичному, так сказать, состоянию, который у девственного заразился, конечно, меньше. Конечно, меньше. Поэтому мы, почему все и говорят, наших высочайших, так сказать, руководителей, что риск тяжелых осложнений, он все равно меньше. Конечно, он зависит от возраста. Конечно, он зависит от докуретных заболеваний. И понятно, что у взрослых этих больше гораздо, чем у детей. Поэтому дети будут болеть, но все равно в меньшей степени и более благоприятно. Ну, собственно говоря, на самом деле я практически предвидел этот ответ, когда задавал вам этот вопрос. Другое дело, что я сейчас в процессе нашего общения, знаете, что подумал, про вирус бы кори отдельную бы хотелось передачу сделать, потому что на самом деле он меня очень увлекает и интересует. Ведь это же считается, что чуть ли не основа для появления медленных инфекций, с одной стороны. А с другой стороны, нам говорят, что, возможно, вирус кори привел в свое время к появлению возможности матери вынашивать ребенка внутриутробно. Там прямо отдельная история про вирусы, о которой бы хотелось поговорить. Не знаю, удастся ли нам. Ну, если вы будете делать, так сказать, со счет и нужно пригласить, я с удовольствием приму. Я надеюсь, что мы сделаем эту передачу. Это на самом деле. Я прошу прощения, просто наше время подошло к концу эфир. Я хочу сказать, запоминайте все, что мы говорили. По-моему, ничего такого сверхнеожиданного мы не сказали. Но вещи очень важные, которые еще раз нужно проговорить. Дети болеют, их можно спасти. Для этого есть все необходимые средства. Главное для этого проявлять ум, а не искать какие-то странные пути, особенно в интернете. Спасибо вам огромное. Спасибо вам за приглашение. Берегите себя и здоровья вам. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»